В Ульяновске прошла встреча представителей волонтёрских и благотворительных организаций, которые обсудили план действия до конца года в период второй волны пандемии коронавируса. Основная наша задача – это возобновить программу и акцию «Мы вместе», которая у нас активно работала весной 2020 года. И вот за летом мы как-то вроде думали, что, ну, наверное, может быть, пандемия скоро отступит, и, может быть, мы в какой-то степени смогли победить эту болезнь, но, как показывает статистика, заболеваний всё больше и больше. На территории региона вновь активизировалось волонтёрское движение. Добровольцы помогают как медицинскому персоналу, так и оказывают социальную и психологическую поддержку населению. На данный момент по всей Ульяновской области имеется более полторы тысячи волонтёров, которые в любой момент могут выйти и оказать помощь. Также в рамках акции у нас, как и весной, организованы региональные горячие линии 112 и федеральные горячие линии Общероссийского народного фронта, благодаря чему мы можем, так сказать, почти в круглосуточном формате консультировать людей и выполнять заявки. Во встрече принял участие губернатор Сергей Морозов, который в первую очередь поблагодарил всех присутствующих за их работу и поддержку в непростой период. Также он обратил внимание на обострение ситуации. Идёт постоянный рост заболевших, широкое территориальное распространение инфекции, мы отмечаем, немалое количество, к сожалению, летальных случаев. И все эти причины, многие другие, которые можно перечислять и перечислять, не дают нам никакого права, и прежде всего морального права, оставаться в стране. Также во время встреч представителям учебных заведений вручили бактерицидные рециркуляторы для обеззараживания воздуха. Их предоставили на безвозмездной основе партнёры благотворительного фонда «Дари добро». Ирина Антонова, Владимир Куликов, Новости Уллправда ТВ.